Всем привет! Сегодня хочу вам сделать видео, которое вам обещалось сделать уже давным-давно. Итак, первый тональник, который я вам сегодня покажу, это будет Chanel Vita Lumiere. Он у меня самый древний, можно так сказать, у меня в номере 2, Clare, то есть, по-моему, он один из самых светлых или один из самых нейтральных, что-то типа того. Я его сегодня нанесу на лоб, потому что лоб у меня самая менее проблематичная зона и... Здравствуй, Дона! В любом случае, я его нанесу на лоб, потому что лоб у меня самая менее более проблематичная зона. Тональник этот с собой подразумевает сатиновый финиш. На мне он такой более влажный финиш, я это люблю. Хочу вам сразу сказать, что я не пользуюсь больше тональниками, которые рассчитаны на матовый финиш, потому что все матовые тональники, которые я пробую на своей комбинированной коже, в Израиле у меня кожа от нормальной до жирной, в зависимости от сезона. В более холодной сезоне она нормально склонна к комбинированной, в более жаркий сезон она комбинированная, склонна к жирной. Но в любом случае, я люблю больше тональные средства, которые дают такой влажный финиш, дают более такое натуральное, сияющее лицо, нежели матовый финиш, потому что все матовые тональные средства, что я пробовала на моем лице, к сожалению, делают маску, скатываются, делаются пятнами, ездят, в общем, все, что не нужно делать, не делают, поэтому больше я тональные средства, которые рассчитаны конкретно на жирной коже, не пользую. Так вот, тональные средства от Chanel я выбирала из пяти других тональных средств, которые даже уже не помню, какие они там были. Именно в корнере Chanel она меня где-то целый час мучила. А главное, когда выбираете в магазине тональные средства, обязательно попросите, что вам перед выбором тонального средства почистили лицо, иначе вы ничего не поймете, иначе на вас тональник ляжет не так, как он на самом деле должен лежать, поэтому обязательно, обязательно, чтобы ваша личка была чистая. Так вот, она мне почистила лицо, и она мне перепробовала пять тональников разных, которые там были. Я остановилась на двух, и в конце концов я выбрала этот, потому что мне больше понравился его финиш, и как он лежит, и какой оттенок он дает. В общем, мне все больше в нем понравилось. Его я буду наносить обыкновенной кистью, кистью кругловатой, кабуки, у меня кисть от ZUIVA, которую он сто раз показывала. Как же я его наношу? Во-первых, я снимаю очки. Я беру, наношу на руку, поскольку это совсем чуть-чуть, то я пол нажатия сделаю. То есть, поскольку это только на лоб, на одну часть, я пол нажатия сделаю. Значит, убираем волосы, чтобы они нам не мешали. Зеркало. Значит, ну, и как все обычно, я беру, значит, на руку и на свой лоб наношу. Этот тональник дает очень-очень минимальное покрытие. Он буквально немного-немного выравнивает ваш тон, дает такое сияние и все. Больше ничего он особого не делает, так что не ожидайте от него, что он вам замажет какие-то неровности. Нет, это не то средство, которое будет закрашивать вам какие-то неровности. Оно просто выровняет немножко ваш тон и сделает его более гладким и таким, как он должен быть. Но ваша кожа останется вашей. После того, как я его нанесла, я его, да, закрепляю пудрой. Я вообще пользуюсь пудрой от Chanel, такая большая, обыкновенная и стандартная пудра. Но сегодня я вам покажу все в использовании с пудрой Tarte. Это пудра такая, знаете, белая, которая абсолютно бесцветная идет всем. Немножко высыпаю. Беру кисточку от ZUIVA, которая в новом комплекте. Вообще она рассчитана на щеки, но ей можно пользоваться как пудрой. Буквально чуть-чуть наношу, появляется такая белая пудрица. И просто вот так вот закрепляю после того, как тональное средство осело. То есть оно, я ему все-таки даю на моей коже побыть без пудры минут так 10 и потом закрепляю его пудрой. Во время того, как оно закрепляется, я там, не знаю, крашу глаза, крашу брови и тому подобное. Вот. С этим тональником мы закончили. Очень его люблю на каждый день. На лето для меня он просто фаворит. Я им пользуюсь уже пару лет. Очень довольна. И вообще я люблю все тональные средства, все пудры, все, что связано с лицом от Chanel. Потому что мне кажется, что их качество очень хорошее. Он очень хорошо работает на лице. Особенно на комбинированной на моей коже. В общем, не знаю, я довольна. Я вам уже сто раз говорила, что я люблю средства, именно тональные средства. А и все, что с этим связано от Chanel. Потому что на мне они очень хорошо работают. Следующее средство, что я сегодня буду вам показывать, это моя новинка. Это вот такой вот стик от Bobby Brown. Я вам ставила фотку в инстаграм, и вы у меня спросили, что это такое. И девчонки даже попросили, чтобы я рассказала. И вы у меня уже не раз, когда в покупках это показывала, просили, чтобы я про него рассказала. Так вот. Я его купила совсем недавно, когда ездила в Ригу. В Duty Free. А я о нем, на самом деле, очень много читала. Но как-то у меня руки не доходили его покупать. Но тут в Duty Free все, что я хотела, не было. И я дико расстроилась. Пошла я в корнер Bobby Brown и купила, в общем, этот тональник. Итак. Значит, у меня тональник номер 2, Sand. У меня нейтральный такой цвет. Вот сколько у меня его осталось. Я им пользуюсь месяц. Я не знаю, видите ли вы, не видите ли, сколько ушло, использовалось. Мне примерно этого стика хватит на 4 месяца. Где-то так мы посчитали. Если его использовать 5 раз в неделю. Примерно как я его использую. Этот стик в Риге, он у меня как-то не пошел. Мне казалось, что он суховат. Но я знаю, что моя подружка, которая живет в Риге, пробовала его. У нее сухая кожа. И он ей пошел замечательно. Поэтому, значит, он для всех типов кожи, да, будет подходить. У него легкое покрытие. Сейчас я вам покажу. Это легкое покрытие на мне держится весь день. Я его не закрепляю пудрой. Но сразу вам хочу сказать. Я для того, чтобы его нанести и разнести по своему лицу. Пользуюсь мокрым спонжиком. Если у меня мокрый спонжик мой грязный, у меня нет времени его помыть. То я беру кисть кабуки. Желательно флят кабуки. И мочу ее немножечко. Я распрыскиваю на него MAC Fix Plus. Который, я не знаю, что с ним делать. Я его терпеть не могу. И поэтому я нашла ему вот такое приспособление, чтобы его закончить. Распрыскивать его на кисть. И тогда, когда этот тональки я уже наношу лицо. Этой кистью прорабатывается. И тогда все замечательно работает. Вот. В общем, короче, его на мое лицо нужно наносить чем-то мокреньким. Тогда он очень хорошо впитывается, работает, красиво ложится. И делает ту работу, что нужно. Так, снимаем очки. Как вы видите, если вы обратите внимание, проблематичная зона у меня около рта. Ну, тут вот особенно. Тут всегда у меня и сухая зона, и проблематичная, и красная. Короче, тут мы будем ее... Хорошо. Здесь у меня есть тоже неровности. Сейчас вы увидите, как я это замаскировываю. В общем, примерно так. Я его как-то наношу просто обыкновенно. В общем, в короче, я обыкновенно наношу, беру спонж, мокрый, попкой. Кстати, про спонж хочу вам сказать тип один. А видите, какой он у меня красивый, чистенький, розовенький? Это бьюти-блендер. И я его... Все время с этим тональником я пользуюсь бьюти-блендером. То есть, я его использую, в принципе, всю неделю, по пять раз в неделю. А для того, чтобы он у вас был такой чистенький, я вам советую его мыть, именно стирать, перед использованием. Не после использования, а перед использованием. То есть, я, например, утром стою, он у меня за ночь просох с прошлого использования, я иду под кран, мылю его мылом, хорошо-хорошо промываю, всю пену смываю, он у меня остается и чистый, и мокрый, тогда я наношу сегодня как бы тональник. То, что я сделала прямо сейчас. Так. И вот так вот, в общем, я его наношу. Вы знаете, кто знает, а может быть, кто не знает, я не очень люблю консилеры именно под глаза. Не знаю, как-то я поняла это со временем, что консилер под глаза это не мое. Как бы я периодически пользуюсь и все. Но я не любительница, поэтому для меня тональник также в использовании как консилер. Я всегда буду тональник растушевывать также под глазами, для того, чтобы он мне сделал немножко... Ну, то есть, замаскировал и круги под глазами, которых, если честно, у меня особо их нет. Это у меня обычно круги от усталости, когда я не высыпаюсь. Вот. Этот тональник на мне держится стандартно, ну, стабильно часов 6. После 6 его, может быть, нужно как-то немножко перезакрепить. Может быть, немножко просто убрать какой-нибудь салфеточкой жир с лица и немножко где-то его подзакрепить. Но, в принципе, он держится, ну, примерно 6-8 часов на мне. Но, как вы видите, у него очень-очень минимальное покрытие. Он на мне не ездит, никуда не убегает, сидит на месте. Вот. В общем, для меня на каждодневное использование это самое то. И если вы видите мои неровности, которые есть, он не сильно их замаскировывает, он их не делает какими-то другими, желтыми, сухими. Он просто немножко их, как бы, немножко маскирует, и такой явной красноты уже этих неровностей нет. Что ж, я нанесла, теперь вы можете видеть, в принципе, разницу между этой стороной, где ничего нету, и этой стороной, где я нанесла тональник. Видно, что тон выровнялся. Видно, что, в принципе, очень активной маскировки нету. Этот тональник не выглядит как маска. Он выглядит очень натурально, очень по-живому. Поскольку он для всех видов кожи, он не рассчитан, чтобы он делал вам лицо суперматовым, но вместе с тем он его делает таким, ну, как бы, сатиново-выровненным, что ли. Ну, неровности вместе с тем немножечко-немножечко видны, поэтому, если вам мешает, что они видны, возьмите их отдельно консилером и замажьте. Мне это не мешает, поскольку я люблю, когда мое лицо, оно, в принципе, живое, такое лицо, какое у меня есть, потому что я еще немножко нанесу румян, румяна это немножко, как бы, закрасит, и это не будет видно. Но, в общем, по сути, для меня на каждый день это просто супер-тональник. Пока я очень-очень удовольствовала. Последнее, что я вам сегодня покажу, это тоже новинка от Clinique. Тоже я его купила в Duty Free тогда же, когда я купила Bobby Brown. Для меня это были две новинки, поскольку все тональные средства, что у меня были до этого, они закончились. И я рассчитывала купить вообще что-то другое. Хотела от Lancome компактное, что там... Не что-то, а тональник. Хотела... В общем, другие средства. Все, что я хотела, не было. Я подумала, что это самое время попробовать что-то, что я не рассчитывала попробовать. А в Clinique мне женщина, то есть консультант посоветовала вот этот тональник. Он новый, он сейчас везде его рекламирует. Он новый. У меня, как всегда, цвет самый светлый. Два. Alibuster. Он рассчитан... Он как и тональник, так и консилер. Он идет вот в такой баночке стеклянной, что это не может не радовать. И он идет как спонж, как помада. Да? Как блески. Не как помада, а как блеск. Вот. В общем, он для меня абсолютно... Помните, я искала плотный такой тональник, который будет мне замазывать все? Вот для меня вот это вот конкретно плотный тональник. Поскольку я не люблю плотные тональники, для меня это плотный. Хотя, может быть, для кого-то он не будет таким плотным, как для меня. Я его наношу. Просто, знаете, обыкновенно наношу. Даже ничего особенного не наношу. Наношу на мои красные неровности. Около носа. Обычно в рекламе, во всех промо я видела, что его нужно сначала нанести, растушевать. И потом этой же кисточкой вы берете еще средство тональное и наносите как консилер. Именно под глаза и еще на неровности. Я его аккуратно наношу под глаза. Он очень такой густой консистенции. Он отличается от всего другого. Он отличается очень от Chanel. Chanel такой жиденький, такой как бы влажненький. Этот более такой густой, как, не знаю, как кажется какая-то. Ну, то есть густой такой. Я беру Flat Kabuki. Я больше всего люблю Flat Kabuki. Имя растушевая тональная средство. Я люблю также и круглую, которую вам показывала, с Chanel. Но больше всего люблю плоскую все же. Плоская как бы для меня работает лучше. И его растушеваю, в принципе, обычно. Ничего особенного. Я изначально думала, что этот цвет, когда она мне его посоветовала, что он мне не подойдет. И она, знаете, она мне посоветовала этот цвет проверить. Вот тут вот над бровью. Она сказала, нанеси здесь на бровь и растушуй. Я так сделала, и он как бы идеально слился с моей кожи. Бобби Браун она мне проверяла вот здесь вот, где мы знаем. Вот здесь вот она мне его намазала пару раз разных стиков. И мы увидели, что два это просто мой идеальный цвет. Ну что ж, я его нанесла. Я не знаю, видите вы разницу или нет. Но я на своем маленьком зеркале очень вижу разницу. Прямо вот здесь видно все еще неровности. А здесь эти все неровности, которые были, они более намного замаскированы. Потому что тональное средство намного плотнее, нежели Бобби Браун. Бобби Браун все-таки более живой. Этот намного более плотный. Для меня это очень плотный тональник. С ним обязательно нужно пудру. Для меня лично. То есть я беру опять свою пудру от Tarte. Беленькую пудру. И хорошо как бы наношу. Я сейчас ничего не вижу. Ну вы меня поняли. Я для вас это как бы делаю. Так что вы поняли. Еще хочу сказать, что если вы будете его пользоваться как консилер под глаза. И после того, как вы растушуете. Дайте ему минут 10. Вообще в принципе всем тональным средствам я даю минут 10 впитаться. Перед тем, как я буду продолжать что-то делать на своем лице. Так тональное средство оседает. Вы можете взять салфеточку. Промакнуть ваше личико. Все ненужное уйдет. И тогда продолжайте все следующие этапы. Я даю этому тональнику осесть. Поскольку он такой плотненький для меня. Потом наношу пудру. И если я его использую как консилер под глаза. То обязательно его нужно закреплять. Иначе, когда вы будете хлопать своими глазами. И закрывать как бы глаза. У вас реснички будут накрашены. То вот здесь будут оставаться такие глаза панды. Я сначала не понимала, откуда у меня эти глаза панды появляются. То есть стоят такие синяки от туши. Ну неужели тушь так размазывается. И одна за другой. И даже самые стойкие туши. Пока я не поняла, что это все время происходит с этим тональным средством. Когда я не закрепляю его пудрой. Потому что я люблю не закреплять тональные средства пудрой. Его я стала закреплять все время пудрой. Особенно под глазами. Вот так вот. Еще хочу сказать, что это я делаю только в Израиле. В Латвии. Когда я его пользовала. Целую неделю я пользовалась им в Латвии. Он себя по-другому вел. Он себя не вел так. Мне не нужно было для него пудры вообще. Поэтому это тоже наверное зависит от климата. От влажности. От холода. От всего. И от вашего типа кожи. Потому что в Латвии у меня кожа во время холода более нормальная. Менее комбинированная, нежели в Израиле. В общем это от много чего зависит. Поэтому подбирайте под себя, что вам больше подходит. Мне больше подходит в Израиле пользоваться именно пудрой. Которую я люблю больше всего. Вот эту белую. Она есть во всех фирмах. И в Маке, и в Бобби Брауна, и в дешевых компаниях. Короче. Уже разберетесь какой пудрой пользоваться. Ну в общем как-то так. Ну вот это в принципе был мой такой отзыв. Надеюсь вам было более или менее понятно. Я надеюсь я ничего не забыла. И все вам рассказала. Хотя вы знаете как я люблю рассказывать. Отсюда, отсюда. И не большая кажется. Но в принципе мне кажется, что все атаки пункты, которые я хотела задеть. Я вам сказала. Если у вас еще остались какие-то вопросы. Вы обязательно пишите в комментариях. Хочу еще раз вам напомнить девочки дорогие. Что у всех кожа индивидуальная. Мы живем в разных климатах. В разных странах. Поэтому любое тональное средство. Которое работает на мне или не работает на мне. Не значит что поведет себя так на вас. Поэтому я вам всем конечно советую. Если у вас есть возможность. Обязательно пойти в магазин и попробовать это в магазине. Но если вы пробуете это в магазине. То попросите, что вам сначала почистили лицо. И его нанесли. Если нет такой возможности. Попросите, можете какую-то маленькую баночку. Вам отлить чуть-чуть. И попробуйте это сами дома. Обязательно на чистое лицо. Потому что все, что из того, что я сегодня вам рассказала. Если я пробую эти же тональники. На немного грязное лицо. У меня недавно была такая ситуация. Что я встречалась с одним блогером с Израиля. Я с Леной. И как раз нанесла вот. Что же я нанесла? А, Бобби Браун я нанесла. На нечистое лицо. Потому что я пришла с работы после половины дня. Мне нужно было подправить макияж. Я была без тональника. Я немножко протерла салфеточкой. Быстренько его нанесла. Там румяна и поехала. Я потом себя когда в магазине в зеркало увидела. Я испугалась. Потому что тональник просто от меня отклеивался. Такое вот чувство, что это просто был какой-то лист бумаги. Приклеенный сверху. Вообще не сел, не впитался. Поэтому очень важно все тональные средства наносить на чистую, хорошую, ухоженную кожу. Ну что же, на сегодня все. Мы увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. Знаете, бывают такие дни, когда ты очень долго планируешь, знаешь, какое-то видео ты записываешь. Ты думаешь некоторые мысли. Что-то рассказать. Как рассказать.